МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По туши, по куль не поздно, а 31 мая, сусветный день, бесты и туню. Для того, чтобы сформировать мотивацию к здоровому образу жизни, нужно постоянно напоминать, обновлять информацию. Позбавиться с мяротной звычки. Репортаж Виктории Свирской. Свет шаровных фарбов в Ихованке Воложинской детячей школы Мостатство отрывали перемогу на международном творчем конкурсе. Я решила поучаствовать в конкурсе, попробовать себя и свои силы, свои возможности. Молодежь не рыхтуется примать 15-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Свято обецает быть грандиозным, сярод организаторов музычного фестиваля и наш телеканал. Открыл форум концерт «Беларусь незалежная» в песнях и вершах. На головной прядцовце амфитеатра за три фестивальные дни с 5-го по 7-й червень до сустрейших гостей. В улице у прогожили десятки кветковых композиций. У парку и на центральной площади будут працовать шматлики, забавляльные працовки для детей и молоди. Любопытно, какие бывают новые исполнители, в новом качестве старые песни. Праздничное настроение, всюду чисто, все ухожено, красиво. Парк уже практически готов у нас к принятию гостей. В городе высаживаем, также разрабатываем новые клумбы и высаживаем цветы. Стараемся, чтобы все было красиво, встречать гостей, чтобы нашим гостям понравился наш город, чтобы они любовались нашими цветами. Уже мы высадили на данный момент практически около 200 тысяч цветов на нашей клумбе. И продолжаем дальше сажать цветы, также ухаживаем, обрезаем кустарники. Ну, работаем, чтобы в городе все было красиво. На случайных ударениях еще одно вырытывное житие на рахунку безопасной техники. Автономный пожарный оповещательник допомогу побегнуть трагедию при столице. У веществе Серафимова сгорелся дровляный жилый дом. Почувши звуковый сигнал, 32-годовый мужчина, унок господини самостоянно покинул палаючий будинок. 75-годовая женщина в момент пожара находилась и в Минске. И она установила оповещательники всего два месяца тому. И, как оказалось, недаремно. Вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Развитание со школы. 21 тысяча выпускников Минщины все это распорчнуть шляху дорослое житие. Святопошняя звонка после выпускной экзамены, а потом не меньше хвалюющая уступная кампания. Для каждого школьные годы наполнены позитивными эмоциями. Себры одноклассники и любимые наставники, которые на 11-год научения стали другой семьей. На порозе будущий не материал Татьяны Крештофович. Я занимаюсь дома самостоятельно. Прошу какую-то помощь учителей, чтобы что-то помогли объяснили. А так, в основном дома самостоятельно все стараюсь готовиться к централизованному тестированию. Кристина Лукашанец для себя вырешила давно, кем я на буде. Притым, вопрос никогда не возникало. Девчина с 12-й медикой лет и старшая сестра стала студенткой университета. Селета – Джарга Кристины. Мама сказала, что это мой выбор, это моя жизнь. Ей, естественно, было приятно, что я продолжаю это делать. Я, смотря на нее, поняла, что я тоже хочу поступать в медицинский. Обратили внимание на предложение простое, на предложение сложное, на знаки припинания. В это опушь не наставление по русской мове, хотя у своих любимых в учнях Валентина Антоновна упылнена. Семь год яны разом. Классный кировник сошила за ростом и взлетом кожного школьника. Я на виду их то, на что сдольны и упылнена. Дети ей не подведут. Это мой первый выпуск за время работы в школе, поэтому он мне очень дорог. Класс очень хороший, работоспособный, очень много талантливых, умных ребят. Я думаю, что в будущем все они найдут свое место в жизни и станут достойными людьми. Сторонки не просто прочитаны, веды замоцованы. Теперь главное не разгубиться и показать каждому свой уровень. На медали в другой школе претендуют четыре учени. Конечно, заканчиваю 11 класс. Я очень сильно волнуюсь, так как не знаю, что ждет меня впереди. Но я уверена в своих силах. 11 класс был для меня достаточно продуктивным. Я участвовала в многих предметных олимпиадах. Лучше всего показала себя в олимпиаде по математике. Также я очень много учила, очень много готовилась к централизованному тестированию. Выбирала себе профессию. В дальнейшем планирую ее освоить. У школе працует профильная группа УХИЛ, физика, математика, информатика. Коужуни первый год лучше не показывать высокие выники на олимпиадах, конкурсах республиканского и международного взрывни. В предыдущем году у нас выпускница имела 100-бальный сертификат по белорусскому языку и литературе. Но практически ежегодно 5-6 выпускников школы имеют сертификаты выше 80 баллов. То есть это говорит о качестве знаний наших выпускников. А пошний звонок на меньшую несет и прогучит для 21 тысячи выпускников. Напереде их чекают серьезные вы пробования, экзамены и уступная кампания. Кроме экзаменов, 11-классники рыхтуются до выпускных вечеров. Я не продать в центральном регионе 11 и 12 червя. Татьяна Кристофович, Сергей Васюкевич, Минщина. Часть мозга погибает либо геморрагически, когда происходит разрыв сосуда головного мозга. Урач-валиолог оповет об шкоде курения, распочиная с самых шокирующих фактов. Звучка, которую просто завести, а ли от какой склада она позбавится, подпродковала себе по весь свет. А тому важно быть на поготове заужды. Если женщина в процессе беременности курила, либо ее обкурила, либо ее кушать, мы, говорит, скрываем этот мешочек, оттуда, как из пепельницы с опорками, тяжелейший табачный дух. Курение очень вредит нашему организму и окружающим, поэтому вредные привычки – это очень плохо, нужно от них избавляться. У нас на столе лежат брошюры с информацией о курении, о его вреде. Здесь есть фотография здоровых, легких и легких курящего человека. Они выглядят по-разному. Ирина Фалькович с подобными лекторами бывает не только в школах, а и в прационных коллективах. На тему здоровых «Голоду життя» размовляет и с пациентами, которые проходят лечения в стационаре. Правда, одна и та же тема учить по-разному в зависимости от аудитории. Для того, чтобы сформировать мотивацию к здоровому образу жизни, нужно постоянно напоминать, обновлять информацию. Информация должна быть современной и подаваться тоже в интересном современном виде. Вот, например, сегодня у нас видеолекция и просто лекции совмещены. Конечно, используется много какого-то печатного информационно-образовательного материала, в том числе, который мы разрабатываем и сами. И вот здесь на стенде, вы видите, несколько памяток, которые разработаны нами, Логойской центральной районной больницы. Механик Логойска-Гарайгаза у першыню затягнулся цигаретой у третьем классе. И то, что его затягнуло, зрозумев празд 12 годов. Сегодня его прихильность развеялась, как дым. Уже лет 10 не курю. Хотя был тоже приличный стаж курения, где-то лет 12. Но потом просто сам для себя осознал, что мне это не нужно. Сейчас мне 32 года, поэтому многие дают меньше, поскольку, соответственно, если человек не курит, то сама кожа стареет меньше. И когда алкоголь не употребляют, то же самое. Час на перокуре Максимне Марноя коллегам, как высветлилась, а это по душе. Очень приятно находиться с человеком, который, ну, нет запаха табака. Много приятнее в этой среде находиться и комфортно. Я сама не курю и очень приветствую то, что люди тоже не курят. Ганна Иосифа, но у своей 90-х, бадерая и прагнет до житя. У ее свой рецепт здоровья, где цигаретам не мамесца. Я никогда не курила, никогда. Да, живу поэтому, наверное, и хожу еще на своих ногах. Вы знаете, я хоть на Карвачии, но я занимаюсь гимнастикой. Я кручу велосипед, я делаю дыхательные гимнастики, я делаю вот такие повороты головы во все стороны, чтобы это... и вот это мне, наверное, помогает. Сегодня в Беларуси антитабачные меры примают на узровне законов. Так, с 1-го липня выкладка табачных вырабов и их прикладов в гандлевых объектах и кропках громадского харчевания будет заборонена. Информацию об их можно будет измещать только в выгляде пиролику табачных вырабов с указанием их наимения и цен. Виктория Свирская, Илля Максимов, Минщина. Свет шаровных фар в выхованке Воложинской детячей школы мастатства у Вероника Фиасен и Катерина Новицкая стали переможцами международного конкурса литературной и мастатской творчести. Фест прошел у Польши. На конкурс были досланы 200 работ с 12 краин свету. Удельничали у творчества в оборнестве и многие белорусские мастатские школы. Воложинские живописцы представили отразу 8 своих полотна. Умалюнки выконаны у разных жанров. Портрет, пейзаж, натюрморт. На конкурс я отправила работу на тему «Осенняя задумка». Это был абстрактный парк во время дождя. Все осенние цвета – желтый, красный, яркие цвета. Это первое мое призовое место на конкурсах. Я решила поучаствовать в конкурсе, потому что мне очень нравится рисовать, попробовать себя и свои силы, свои возможности. На этом у меня все. Доброго вам настроя и до встречи.